Человек и аватар, объект виртуального мира, обмениваются дружеским рокопожатием. Ну, и мой доклад более полно называется «Мир как модель внутри сверхмашины». И он является продолжением моего доклада, который я делал на этой нашей конференции в 2014 году. Значит, сюда добавлены универсальные вычислительные машины и теория всего на основе лингвокомбинаторного моделирования. Ну, это вот план доклада. Значит, мы имеем несколько таких глобальных концепций о миропонимании. Значит, это, прежде всего, идея о множественности миров, которая зародилась в работах Джордана Бруна. Значит, он был сожжён в Риме на площади цветов в 1600 году. Далее, концепция негеоцентризма сыграла важную эвристическую роль в астрономии, позволив преодолеть гелиоцентризм Коперника и перейти к миру Гершеля, в котором Солнце оказывается одной из звёзд галактик. Уже в 20 веке был осуществлён переход от мира Гершеля к миру Хаббла. Наша галактика оказалась не центром Вселенной, а лишь небольшим островком в гигантском множестве галактик. Значит, конечно, механицизм включает в себя очень много полезных и интересных и гипотез, и практических фактов. Я не буду сейчас останавливаться на перечислении многочисленных научных направлений и так далее, а обращусь к тому, что складывается сейчас. Сейчас складывается компьютеризм. В своё время, когда был в эпоху механицизма, механика, и вокруг него там Лаплас и все остальные наши известнейшие учёные, так сказать, концентрировались. А сейчас и тогда механизмы и часы, как вот такой символ механицизма, они получили гигантское распространение. В наше время, значит, компьютер за последние 50 лет стал самой распространённой машиной. В кармане каждого из вас лежит эта машина. Мобильный телефон там и так далее. Значит, вот. Далее. Что такое компьютер? Компьютер – это машина, в которой реально воплощена идея множественности миров. Понимаете ли, вот это очень важный момент. Ну вот, создание неевклидовой геометрии и квантовой механики в 20 веке показали ограниченность концепции механистического негеоцентризма и направили проблему развития идей множественности миров в новое русло. В этом направлении очень важны работы Эверетта. Был сформулирован рядоксиом о реальности. Реально всё возможно. Наш мир – не единственная реальность. Реальности не только ветвятся, но и склеиваются и так далее. Эвереттика противоположна принципу Акама. Сущности умножаются. Создание компьютеров принесло новые возможности. Возникли идеи технологии виртуальных миров. Ну вот, как раз компьютер и есть материальная структура, в которой реализована и гипотеза множественности миров, и компьютер – это система со структурированной неопределённостью. Но за последние 50 лет параметры компьютеров улучшились в миллионы раз, выросло быстродействие, объёмы памяти, усовершенствовалось программирование, уменьшились габариты энергопотребления. И каждый, кто работал и работает на компьютере, знает, что он вмещает множество различных программ, множество различных миров, зачащённых друг от друга в той или иной степени. В этом главное сходство с нашим мозгом, который тоже является вместилищем различных миров, в этом плане компьютер органично совместим с нашим мышлением. Если мы проследим эволюцию компьютеров, ну тут на этой таблице это всё показано, от электронных ламп до наноструктур на основе углерода, значит, и из этой эволюции элементной базы можно сделать вывод, что компьютер можно собрать из любых элементов. Компьютер моделирует какую-то ли систему, это значит, что и эта система моделирует компьютер. Это взаимообратимые понятия. Если мы моделируем солнечную систему, то эта система выступает в роли машины, моделирующей компьютер. Супрамолекулярная химия, химия слабых энергетических взаимодействий. Раньше учёные недооценивали слабые связи, но в природе именно они совершают очень многое. И вот на этом принципе работают нынешние многочисленные неносенсоры, и здесь большой вклад внёс французский учёный Лен. И с этим связаны самые различные проблемы самоорганизации. Значит, дальше мы можем рассмотреть эволюцию уровня знаний, от процедурных знаний до метазнаний, эволюцию языков программирования, от машинных языков до естественных языков, эволюции операционной среды, от физической машины через виртуальную машину к объектной машине, к интеллектуальной машине и к тому, что пытаются называть искусственным разумом. Под интеллектуальной понимается естественность, искусственная или формальная система, обладающая способностью целесообразного поведения в изменяющейся среде выбора и принятия решений, обучения и адаптации, целеполагания и устойчивости. Под знаниями интеллектуальной системы понимается её атрибутивная информация. Моделью интеллектуальной системы является операционная среда, удовлетворяющая совокупность аксиом. Под архитектурой ЭВМ понимается спецификация операционной среды через определение в терминах пользователя состава свойств, функции и правил взаимодействия. Это определение принадлежит Бруксу, сотруднику IBM. Дальше идут устройства ввода-вывода, которые взаимодействуют с человеком от кнопочных, так сказать, панелей до виртуального костюма. Значит, через динамические объекты мы можем и говорить о речевом вводе-выводе, дисплеи цифровые, очень совершенные, мы все это знаем, динамические объекты и, в конце концов, виртуальные костюмы. Это уже реально существующие вещи. Теперь следующее. Самой универсальной знаковой системой, которую мы знаем и которую мы, люди, создали, человечество создали, это естественный язык. Это универсальная знаковая система. И если мы хотим, и большинство описаний систем, это на естественном языке, только лишь некоторые такие лакуны, они содержат математические модели. А всё остальное – это море описаний на естественном языке. И поэтому для нас страшно важно перейти от описания на естественном языке к математическим уравнениям. Допустим, пусть имеется фраза слово первое, плюс слово второе, плюс слово третье и так далее. И много таких фраз. В этой фразе мы обозначаем слова и только подразумеваем смысл слов. А подразумевать можно и каждый, всё это по-разному, в зависимости от опыта, от завроса и так далее. Смысл в сложившейся структуре естественного языка не обозначается. Вот поэтому так сложно компьютеру овладеть естественным языком. По сути дела, он им совершенно ещё не овладел. И поэтому предлагается ввести понятие смысла в следующей форме. Значит, слово первое умножаем на смысл этого слова, слово второе на смысл второго слова, слово третье на смысл третьего слова равняется нулю. Значит, вот в таком виде это определение, как уже теперь мне стало ясно, коррелирует с учением о внутреннем слове. Ещё во времена античности Аврелий, Августин, Платон, Аристотель, через Средневековье до наших дней развивается идея о двух уровнях мышления. Уровень нос, уровень внутреннего языка и уровень логоса, уровень внешнего языка. Эти философские исследования пока не подкреплены соответствующими физиологическими исследованиями, но могут служить основанием для конструирования соответствующих математических и компьютерных моделей и отражаются в структуре лингво-комбинатурного подхода. Значит, итак, мы с вами слова будем обозначать через А от английского appearance, смыслы через Е от английского essence, и тогда уравнение вот той самой фразы, оно у нас приобретает вот такой вид. Это модель этой фразы. Лингво-комбинатурная модель является алгебрическим кольцом и можем разрешить уравнение это либо относительно слов, либо относительно смысла в путем введения третьей группы переменных произвольных коэффициентов. Вот, допустим, так. У1, У2, У3 это и есть произвольные коэффициенты, которые можно использовать для решения различных задач на многообразиях. В общем случае, если мы имеем n переменных, n различных слов, и m многообразий, ограничений, это число произвольных коэффициентов, будет равно числу сочетания из n по m плюс 1, значит, вот такая вот простая формула. И если мы её превратим в таблицу, то это очень интересно. Эта таблица очень интересная. Вот смотрите, вы тут видите, что у нас число произвольных коэффициентов для малого числа переменных уменьшается с наложением ограничений. Это соответствует нашему как бы здравому смыслу. Если мы накладываем ограничения, то число неопределённости уменьшается. Но это работает только для простых систем. А систем сложных, вот допустим, 8 переменных оказывается, сначала число произвольных коэффициентов возрастает до 70, потом при наложении ограничений начинает убывать и так далее. То есть имеет место максимум в числе произвольных коэффициентов. Это вот новое эмерджентное свойство многомерных систем, которое используется при создании различных реально существующих систем и биологических, и социально-экономических, и физико-технических и так далее. Значит, что такое вот этот треугольник, который я вам показал? Это сдвинутый треугольник Паскаля. Очень старая математическая структура. Аналогичные структуры были открыты ещё в 1300 году там знаменитыми китайцами и так далее. Из этого треугольника вытекают и числа Фимоначи, и золотое сечение и так далее. Далее. Ключевые слова, смыслы и произвольные коэффициенты могут быть сложными функциями. И лингвокомбинаторный подход на основе алгебраических структур операторов позволяет погрузить функциональный анализ комплекс задач управления. Вот, допустим, мы рассматриваем моделирование города. Первое ключевое слово население. Второе пассионарное население, третье территория, четвёртое это производство и так далее. И каждый из этих ключевых слов являет конечно очень сложной функцией. Но для каждого момента времени мы имеем какое-то конкретное значение. Сколько людей в данный момент живут в данном городе. И так далее. Вот, если мы рассмотрим в общем виде нашу систему систему и окружающую среду, которая как всегда больше, чем наша система, и их взаимодействие, значит, у нас в нашей системе имеется блок управления Control Unit, и он имеет следующие средства воздействия на тело нашей системы. Во-первых, он может манипулировать произвольными коэффициентами, и тем больше этих произвольных коэффициентов, тем больше возможностей для адаптации, для приспособления к изменениям окружающей среды. А расхождение между переменными системами и переменными среды, вот эти самые дельты, это сигналы обратной связи, чтобы контрольный блок наш работал. Значит, вот первое, это манипуляция произвольными коэффициентами, это настройка или самонастройка, второе, это наложение и снятие ограничений. Мы тоже меняем количество произвольных коэффициентов и всю матрицу, которая описывает работу нашей системы. Эта обратная часть, конечно, действует и на окружающую среду. Значит, как нам нужно управлять системами, если они находятся во взаимодействии со сложной средой, среда, это может быть сложные рыночные отношения и наше предприятие, которое функционирует и так далее, и биологические объекты и так далее. Значит, то есть мы должны удерживать систему в зоне адаптационного максимума с помощью различных инструментов наложения и снятия ограничений, объединения систем в коллектив, роста числа переменных и так далее. Наличие адаптационного максимума важнейший признак живой развивающейся системы. Вне зависимости от физических законов окружающей среды, даже там, где антропный принцип не действует. Закон необходимого разнообразия Эрби подкрепляется наличием феномена адаптационного максимума. Значит, ну вот это вот мы, допустим, рассмотрим такое вот эволюцию. Эволюция начинается в точке 1, система обучается, накладываются всё новые и новые ограничения, она проходит через максимум в числе произвольных коэффициентов превращается в жёсткую структуру, которая не сможет адекватно реагировать на изменения окружающей среды, и она либо должна погибнуть, либо осуществить креативный переход вот по пунктирной линии. И начинается тогда в точке 3 новый цикл развития, новый цикл развития, опять приходит через максимум, опять становится жёсткой структурой, и опять либо она погибнет, либо осуществится следующий креативный переход, и так далее. Вот эта схема, она описывает эволюцию и в биологическом мире, и в социально-экономических системах, и так далее. Система миров, система миров можно рассматривать как сотовую структуру в каждой ячейке, свой виртуальный мир, который строится в суперкомпьютере, на эти соты виртуальны. Структура виртуального мира определяется набором базовых блоков. например, вот мы взяли такой набор базовых блоков. А1 население, состоящее из аватаров, которое по своим возможностям могут превосходить людей. Блок А2 пассионарность, устремленность населения. Блок А3 территория в киберпространстве, в частности объемы памяти различного вида. Блок А4 производство товаров и услуг. Блок А5 экологии и безопасности, в том числе от компьютерных вирусов и различные защиты. Блок А6 это блок эквивалентного объема обмена финансов, блок А7 внешней связи. Значит, вот и различные миры по нашему представлению существуют, конечно, во Вселенной. В этом плане очень интересна шкала Кардашова. Она была сформирована и вывнута им в 1964 году. Это наш ученый. Она была связана с определением стадии развития внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии. Он завел возможную цивилизацию на три группы. Цивилизация типа один. Это те, кто собирает планетарную энергию, полностью использующую, падающую на планету солнечный свет. Мы находимся где-то в середине этой цивилизации первого типа. Цивилизация второго типа. Те, кто полностью использует энергию своего светила, что делает их в 10 миллиардов раз могущественной цивилизацией первого типа. Цивилизация третьего типа. Это те, кто может пользоваться энергией целой галактики, что делает их в 10 миллиардов раз могущественной цивилизацией второго типа. Но каждая из этих цивилизаций колонизировала миллиарды звёздных систем, способны использовать энергию чёрной дыры в центре своей галактики. Гардашов считает, что любая цивилизация, а в энергетическое потребление, которое растёт с умеренной скоростью несколько процентов в год, будет стремительно переходить из одной ступени в другую. Такой переход займёт у неё несколько тысяч или десятков тысяч лет. Но помимо энергии накапливается и информация, растёт интеллект. Ну вот эта вот структура с произвольными коэффициентами, которые моделирует наш виртуальный мир. Значит, далее мы можем ещё об одном очень интересном аспекте говорить. То, что мы представляем, что как будто бы эти уравнения решаются в нашем компьютере, это не совсем так. На самом деле, на самом деле мы решаем уравнение плюс-помихий. Понимаете ли? Плюс-помихий. Вот наши все эти компьютеры с гигантской разрядной сеткой и так далее, они все, так сказать, врут, попросту говоря, если мы будем рассматривать их решение на длительном интервале времени. Но... Пять минут остается. Пять минут. Ага. Значит, тут мы можем ввести ошибку, и врук-3, допустим, при моделировании обычного осциллятора, и используем сигнал обратной связи для коррекции гармонических осцилляторов, лимни-скаты Берноли, моделировать солнечную систему, можем моделировать геометрию плазменного шнура Токамака, и всё, что связано с этим, мы участвуем в проекте ЭТР, можем моделировать движение летосферной погоды на основе моделирования движения летосферных плит. Значит, тут тоже вот у нас это сделано. И мы восстановили примерно 14 средневековых наших русских крепостей на северо-западе и греческих. Значит, вот это различные виртуальные миры, вплоть до панорамы битвы за Ленинград. Значит, у нас вот есть очень мощная лаборатория виртуальных миров, кто хочет, мы можем вас показать и пригласить. Итак, значит, как доказано, компьютер – это универсальная знаковая система, и с её помощью можно решать самые различные задачи. Это доказано во многих трудах математика. А если это так, то, значит, мы с помощью компьютера можем моделировать всё, что угодно. Вот. И наш мир – это модель внутри мирового суперкомпьютера. Значит, и телескопы, микроскопы, ускорители изучают экраны, оконечные устройства этого суперкомпьютера. Мировой суперкомпьютер не локализован в каком-то месте. Это неоднородная распределённая структура всё пронизывающей. Для наблюдения для суперкомпьютера необходимо изучать учислительные процессы, вот в частности, с помощью метода избыточных перемен. И для проведения проверки выдвинутых гипотез необходимо провести вычислительный эксперимент, который включает взаимодействие двух виртуальных миров в уже квазной структуре в плане взаиморисующих друг друга рук, как на рисунке Эшера. В общем, вот вся сумма того, что я сказал, позволяет выдвинуть гипотезу о том, что компьютер можно рассматривать как базовую модель самоорганизации Вселенной. Солнечную систему можно рассматривать как специализированные вычислительные устройства для решения задач многих тел, а с помощью гигантского аналога ГЛ-3Д-принтеров можно печатать астероиды, планеты и звёзды. Возникает вопрос о связи с инопланетянами. Нерешённая для нас задача. Почему нам до сих пор не удалось установить эту связь? Ну, можно сказать, что прежде всего потому, что мы не изучили структуру мирового суперкомпьютера. Для того, чтобы установить такую связь, необходимо изучить структуру его аппаратного и программного обеспечения, изучить систему защиты между мирами. И вот тогда, может быть, удастся установить связь с обитателями других миров. Это колоссальная задача для современной науки. Ну, тут я вот привожу список литературы, который необходим для этой задачи. И заканчивая свой доклад, значит, вот человек прощается с автором. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня вопрос. Как различные значения одного и того же слова? Как у вас они... Понимаете ли, если мы возьмём естественный язык, то он отличается от алгоритмических языков именно многозначностью слов. Понимаете, это богатство естественного языка. Когда мы сужаем его до узкоспециализированного применения, мы его очень сильно объединяем. Так что наличие произвольных коэффициентов нам позволяет отразить множество значений слов естественного языка. То есть у вас слово плюс коэффициент – это значение слова? Нет, нет. С помощью коэффициентов мы меняем значение слова. Меняем значение слова, исходя из каких-то наших соображений, что нам нужно, потому что значение слова определяется прежде всего контекстом. Не только контекстом, но ещё и интонацией. Конечно, я согласен. Вот, а возможно ли различить... Ну, контекст можно различить, а интонация возможно ли различить? Да, 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 да. Вы правы. Вот как раз мы использовали эти произвольные коэффициенты для того, чтобы придавать различную интонационную окраску. Потому что мы можем... Нет, придавать одно, а я имею в виду распознавать. Можно. Можно, конечно. Система речевого общения сейчас очень совершенна. И второй вопрос. Как можно тоже алгоритмизировать и различать динамику изменения смысла? Я поясню. Допустим, в английском языке известно, «добой» плохой мальчик означает нам в контркультуре хороший мальчик. Или, допустим, вот позавчера слово «прелесть» было применено. Если это изначально означает превосходную степень лжи, то в современном понимании это что-то неоднечно хорошее и приятное. И вот эта динамика изменения слов значений, она возможна? Да нет. Дело в том, что мы должны исходить из контекста. И более того, мы можем уже, по сути дела, пользуясь большими данными, большим объёмом памяти, рассматривать весь набор естественных текстов. Потому что сейчас уже почти всё переведено из книжного, бумажного варианта в электронную форму. А раз это переведено, значит, это можно обрабатывать. И вот тут возникает колоссальная проблема значит, библиотека. Библиотека-то не только, вот должна быть, не только хранилищем книг там или электронных их копий, это должна быть фабрика по вырабатыванию смысла, по генерации смысла. Значит, хорошо. По контексту. Если нет контекста, допустим, некий человек произнёс фразу, ну, тут же фразу, бэдбой, да, как различить, что он имел в виду? Это плохой человек или это, наоборот, хороший человек? Понимаете ли, чем больше контекста, чем больше мы имеем информации об этом человеке, тем мы ближе приблизимся к правильному решению этого вопроса. Но, как в Библии сказано, вот почему, мне кажется, вот линдокомбинатурное моделирование, оно очень эффективно. Сначала было слово. Вот мы должны начать моделирование сложных систем, самых различных. Вот я слушал доклады, и прямо напрашивается, вот напрашивается, что вот можно с помощью такого рода перейти от словесных описаний к формульным описаниям, которые несут очень много конструктивных возможностей для более точного анализа. То есть вам надо собирать контекст, получается, не только текстовой, но и того носителя, который этот контекст, то есть всю информацию о том человеке, который этот контекст несет. Тем больше будет этой информации, тем лучше мы узнаем. А, кстати, ваша фраза не до конца. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. То есть вам надо тогда оцифровать Бога. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Дело в том. Спасибо. В статье вы пишете «Главная проблема, как перейти от описания на естественном языке к описанию на языке основных соотношений». Что понимается под языком основных соотношений, и имеет ли к этому языку отношение и какое, скажем, система всеобщих категорий, сущность, свойства, отношения, существование, устойчивость, изменчивость, взаимодействие, пространство, время, причинность? Спасибо. Понимаете ли, значит, мы берем ключевые слова. Ну, применительно, наши задачи. Вот, допустим, если мы занимаемся ядерной физикой, это ядро, допустим, атом водорода, ядро, электрон, протон, диетерий, добавляем сюда еще одно ключевое слово, нейтрон, и так далее. То есть, вот я построил всю вот эту таблицу Генделеева вместе с азотопами, которые характеризуются не только атомным весом, но и числом произвольных коэффициентов, которые определяют адаптационные возможности атомов. Точно таким же образом можно поступить с молекулами, если там более громоздко все это делается, но с помощью компьютера это возможно. Вот у нас есть большая работа с фармацевтами, с фармацевтами по синтезу, по новому синтезу новых лекарств, вот с помощью такого метода. Вот, значит, раз. Во-вторых, значит, вот сейчас стоит колоссальная задача по борьбе с врачебными ошибками. У нас, по данным Следственного комитета России, в нашей стране погибает каждый год от 200 до 300 тысяч человек из врачебных ошибок. Понимаете, это очень острая проблема для страны. Значит, как можно поступить? Вот мы имеем живого человека, современная медицина, по сути дела, экспериментирует на живом человеке, а надо построить модель организма человека и на этом прежде чем применять врачебные решения к живому человеку. Сначала на модели надо построить все это попробовать свои лекарства, различные там оперативные вмешательства. Это будет как, хорошо или плохо? Вот в этом направлении мы тоже сейчас работаем. У меня такой вопрос. Я как проезжаю в какую-то гостиницу за рубеж, есть переводчики, можно как-то объясниться все это. я пробовал как телевизор, телевизор идет, там по-китайски говорят, по-арабски и значит переводчику, а дается только одно слово. Значит вопрос в чем? Вот вы можете оценить, когда я смогу приехать, поставить какой-то устройство к телевизору и с любого языка он у меня будет просто висеть. Конечно, так это уже нет. Такого нет. Вот я говорю, где удавалось, самая у меня продвинутая программа. Одно слово улавлю, пройдет. это проблема вот такого обычного бытового перевода она решена. То есть 100% с телевизора можно дать. другое дело переводить художественную литературу. Это очень сложно. По сути дела перевод художественного произведения потом быть сам другим уже художественным произведением. Понимаете, вот там очень много тонкостей, очень много вещей таких, но это очень интересный неизбежно комбинаторные проблемы без конечного количества памяти. Если мы используем понятие статус и переход от статуса до другого статуса, как в модели вычисления теоринга, модели вычисления теоринга это настоящая модель компьютера, да, и это понятие статуса и переход от статуса до другого статуса, это равно современной квантовой физике, но все космос функционирует как вычислительная машина. И много лет назад один человек Джон Макарфи он предложил ламбда ламбда исчисления ламбда калкилс. Это совсем другое понятие вычисления. но он не он как сказать паспориар теории как сказать вы видите да да я вместо общей функции я использую полином только полином как шаблон искусственного интеллекта я говорю о искусственной интеллектуальной архитектуре висцетуре 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 на новокомпьютере а а а а а все то то что происходит в вселенной а это деми раваны не случайны и и а проблема а если мы употребляем только это 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 понятие статус и переход от до другого действительно проблема монатонного увеличения энтропии как Бортман сказал происходит но это ошибочно я думаю и степень времени и ограничена а а благодаря э уравнение третьего закона ньютона а э динамического взаимодействия э сила умножена скорость всегда постоянная да и э сила э и скорость имеет полиномы и э таким образом э причинность э степени времени не увеличается всегда потому что это цепь взаимодействия вот да и кроме того кроме того а я показал э как интегрировать логику э потому что логика это метаматематика и может э тоже э э э э э э если говорить о математике это понимаете ли знания о знаниях вот так вот если говорить теперь я как у них я вас понял что вы хотите применить ну что ли искусственный интеллект для решения вот таких жизненные бытовых вопросов Значит, что мы имеем на данный момент? Вот компьютеры. Компьютеры, компьютеры, понимаете ли, несмотря на то, что они стали потреблять гораздо меньше энергии, мощные компьютерные системы всё равно потребляют гигантское количество энергии. А как наш мозг? Вот наш мозг, состоящий из 10 миллиардов нейронов и весящий полтора килограмма, он потребляет по сравнению с гигантским суперкомпьютером ничтожное количество энергии. Понимаете? Значит, первое. Наш естественный интеллект – это очень сильная вещь. Он может быть дополнен в своих возможностях использованием компьютера. Вот, значит, если мы хотим говорить о таком мощном всемирном компьютере, в качестве отдельных его специализированных устройств можно использовать действующую же систему. Вот, допустим, солнечная система решает задачи многих тел. Это железный установленный факт. И так далее, и так далее, и так далее. Интернет вещей, там, всё это вот. Значит, и поэтому в любой задаче мы должны использовать гибридный интеллект. Соединение, прежде всего, своего естественного интеллекта с компьютерным. И это даст нам наибольший эффект. Вот вы начали говорить о, как бы, пати, о такой группе людей, которые пришли в гости друг к другу, и как оценить. Видите, я так вас понял, может быть, я ошибаюсь. Понимаете ли? Значит, а мы вот осуществили моделирование семьи. Там, отец, мать, там, дети, бабушка, дедушка и так далее, и так далее. Дело в том, что сейчас наблюдается мощный кризис семьи. Как помочь сохранить семью, её развивать и так далее. Значит, вот методом лингово-комбинаторного моделирования. Значит, и я вам это прямо советую. Надо рассматривать для решения вот таких задач гибридные структуры соединения естественного языка и языка, значит, естественных систем и искусственных систем. Всё, спасибо. Очень интересно и, в общем, технически понятная идея. Но тогда надо сегодня уже определить, что такое бесконечность. Потому что на этом можно, если вы хотите построить адекватное что-то в Вселенной, то есть пределы, вы понимаете, да? Вот можно об этом сейчас об этом говорить, или мы ещё не знаем. О Вселенной. Уже вычислено, сколько галактик есть в видимой Вселенной. А граница в видимой Вселенной, вот этот наш горизонт, определяется скоростью света. Вот сколько в видимой Вселенной находится галактик, этих чёрных дыр, квадзаров и так далее. Всё исчислено. Это большие данные, большие данные. Сколько нейронов в нашем мозгу. Кстати, интересный момент. Очень много нейронов не только в головном мозгу, но и вокруг нашего кишечника. Это примерно столько же. Вот французы сейчас, понимаете, занимаются этим вопросом. И сейчас совершенно непонятно, чем мы думаем. Либо головой, либо желудок. Понимаете? Потому что эти системы нейронов связаны между собой. Очень интересный вопрос. Вот такая вот вещь. Это опять-таки большие данные. Существует большое направление, которое называется big data. Понимаете ли? Где вот можно рассматривать там много-много, ну хотя бы всё население земного шага. Вот у вас в формуле в правой части стоит ноль. Да. Значит, в левой части должны стоять числа. Но, по-моему, нет методики, которая позволяла бы выразить смысл числов. Значит, понимаете ли, по вопросу о том, что такое смысл и значение, написана гора книг. Ну как получить число? Гора книг. Множество написано. Но все эти... Я занялся этим делом, потому что нет ничего конструктивного. Вот, пожалуйста. Дело в том, что если мы не перейдём от этой фразы, которая висит в воздухе, к уравнению, мы не построим исчисление. И наши вот эти вот слова и смысл – это функции. Мы всегда можем подобрать эти функции таким образом, чтобы удовлетворить это уравнение. Вот. Это как какой постулат при построении лингвокомбинаторного моделирования. Потому что если мы здесь не получим уравнения, мы не сможем дальше двигаться вообще. Мы останемся на прежнем уровне вот этих вот фраз. Потому что смыслы в естественном языке не определяются. А мы их должны определить. Вот я предлагаю вот так их определять. И это приводит к целому ряду конструктивных результатов. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, всякое ли уравнение имеет смысл? Уравнение чего? Уравнение – это как способ, который позволяет по части определять целое, целостность. То, что не вложено, то, что эти части порождают. Вы спрашиваете, всякое ли уравнение определяет смысл? Всякое ли уравнение имеет смысл? Имеет смысл. Ну, понимаете, это всё зависит от того, какую задачу вы рассматриваете. Понимаете? Какую задачу вы рассматриваете. Значит, при моделировании, вот, что является творческой частью, человеческой частью в линдокомбинаторном моделировании? Это выбор ключевых слов. Мы можем выбрать ключевые слова. И так, и так, и так. Понимаете ли? Это зависит от искусства, эксперта, человека. И это определяет, значит, успешность линдокомбинаторного моделирования. Уравнение вот этого, где левая и правая часть, да, левая это некое предложение, да? Левая часть это некое предложение. Вот, она, левая часть, написана на основании вот верхнего предложения. Видите предложение? Просто слова. Как в нашем, естественно, языке поток слов. Да, я понимаю. Последовательные. То есть, ну, некое предложение, да? Некое повествование. А в правой части у вас ноль. У вас, получается, повествование не имеет смысла никакого. Ноль это же ничто. Почему? Понимаете? Дело в том, что мы же вот сюда, вот это, в уравнение, внесли понятие смыслов, это уже другое, другое выражение, а не верхнее. Понимаете? Я понимаю, так смысл в левой части есть, а в правой смысла нет, ноль. Это же ничто. Там должен быть отрицательный смысл, так сказать. Понимаете, вы можете, можете ввести... Ну, тогда в этой фразе нет смысла тогда. А в смысле уравнения. Вот тут мы ввели только лишь понятие смысла в слов. Но можем еще добавить уравнение, связанное со смыслом вот всей этой фразы. Можем добавить? Хорошо, у нас в левой части и в правой... В левой части у нас положительный, как бы, смысл и отрицательный. Переносим в правую часть, у нас положительный равен отрицательный. То есть, бессмыслица абсолютная. Во положительных смысл, получается, если перенесем знак меняется... Ну, то есть, отрицательного смысла нету во фразе. Но тоже бред. Не бред, не, надо подумать. Вот на данном этапе я не понимаю вот этого. Для меня это, получается, бессмыслица абсолютная. Знаете, мне хотелось обратить внимание на то, что, коллеги, что вот это выражение типа, вот это бред... Прошу прощения, это для меня. Не вполне... Для меня, для моего восприятия. Так что, прошу прощения, это не к автору доклада. Мне интересно заявил, что председатель свой вопрос. Михаил Борисович, вы говорили о контексте, применительном к языку. Но термин «контекст» употребляется еще и в значении внутренней среды системы, по крайней мере, социальной системы. Но когда вы говорили о модели системы, то ограничивались, как я понял, внешней средой, окружающей средой, environment. Есть ли в ваших моделях системы внутренняя среда, есть ли внутренняя среда у этой сверхмашины, вот как она есть в человеке, есть в социальной системе, наш внутренний мир? Вот этот контекст, как внутренняя среда. Ну, как раз вот эта вот схемка, которую я сейчас вам изобразил. Значит, у нас есть система, которая, тело системы определяется. Вот, допустим, когда мы моделируем человека, мы рассматриваем подсистемы, это есть подсистема движения, это мускулы, кости, связки, подсистема пищеварения, подсистема дыхания и так далее. В применительном кодексе это 9 подсистем, 9 подсистем. Значит, а сейчас врачи требуют, чтобы было 12 параметров определенных. Дело в том, что если мы будем большее количество подсистем рассматривать, это все делается уже в почти необозримом по сложности. Поэтому с точки зрения применимости нужно сделать как можно меньше ключевых слов использовать. То есть внутренняя среда, фактически состав получается, внутренний состав. Можно еще? Нет, спасибо. Я думаю, что вся эта проблема будет решена, если мы интегрируем логику и альфаментическое вычисление одномерное. И это возможно. Я думаю, в моем докладе, в исполнении, показано, например, бурьяновская аргебра, в бурьяновской аргебре есть закон деморган, закон, как сказать, эксчейндж. Обмен. 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 А это может быть, например, логическое и. И логическое или может заменен. заменен. Replaced by. Replaced. Как сказать по-русски? Replaced замена. 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 Плюс и минус числа 0 и 1. Без противоречия. Совсем без противоречия. И если мы поздравляем эту систему, унифий перебенную вью, врань, 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 can be unified by a variable. And if that branch is really performed and produced some useful result, then that branch should be memorized instead of all the status, all the status, that's combinatorial problem, but only those branches which has really carried out useful performance, that should be memorized. In order to use it in other cases, in other cases, similar cases, искусственным интеллектом. Это моё точка зрения. Моя точка зрения. Ну, значит, я вас так понял, что в нашей структуре мы должны использовать три арифметических действия сложения, вычитания и умножения. И я как раз это и использую. Деление ни в коем случае нельзя использовать. Это правильно. Это правильно. Значит, и у нас это алгебрическое кольцо. Есть такое определение высшее алгебрическое кольцо. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Коллеги, спасибо. Ещё есть вопрос, да? По поводу медицинской модели человека, значит, вы предполагаете, что это будет использоваться как для улучшения лечения человека, да? Прежде чем лечить человека, надо построить модель конкретного человека. Все люди отличаются друг от друга, понимаете? Конкретного человека. И на этой модели промоделировать результаты медицинских воздействий. Для одного человека аспирин – это лекарство, для другого – это я. И так далее, и так далее. Я понимаю. Значит, я по этому поводу... У меня вопрос немножко другой, подождите. В чьих руках будет находиться эта модель? Не будет ли эта модель использоваться как раз для моделирования умерщвления человека? Это будет ведь оружием... Вы понимаете ли, любое научно-техническое достижение, там, топор, нож, может быть использовано и во благо, и во вред. Конечно, модель может использоваться и для этих целей тоже. А вот я выступал по поводу этой модели в 2000 году в Соединённых Штатах, в Вашингтоне, как раз, когда Клинтон собирался проводить реформу здравоохранения. Пришло очень много народу на мой доклад. Значит, не с тех пор в Соединённых Штатах эта модель применяется рядом страховых компаний. И это позволило на 20 примерно процентов снизить количество врачебных ошибок. Вот, если говорить, практически в таком результате. И мы с ними ежегодно встречаемся с этими представителями страховых компаний, уточняем там кое-что и так далее, и так далее. Спасибо, Михаил Борисович, спасибо вам большое. Давайте поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...